День с толком В Крае зафиксирован третий заболевший коронавирусной инфекцией. Положительный результат подтвержден Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Инфицированный контактировал с одним из двух ранее выявленных больных. Все трое находятся в инфекционном отделении горбольницы номер 5. Как сообщает региональный Минздрав, состояние больных удовлетворительное. Болезнь протекает в легкой форме, без клинических проявлений. Сейчас устанавливают максимально полную картину контактов. Между тем, инфекционное отделение 5-й городской больницы готовится к наихудшему сценарию. Специально для тяжелых пациентов закупили специальное оборудование. Подробности далее. К ней может подключиться как аппарат для того, чтобы через маску больному подавать кислород. Либо может подключиться аппарат искусственной вентиляции легких для более тяжелых больных. Вот такие кислородные датчики гастроэнтерологическому отделению вообще-то без надобности. Но сейчас в этих палатах готовятся принимать больных коронавирусом. В 5-й городской больнице полным ходом идет вынужденная реконструкция. Тяжелых пациентов, именно как бы мы, не предлагается ведение. Мы ведем пациентов с легкой степенью тяжести вывести. То есть осмотр, прием, первичный осмотр, оценка жизненных важных функций. То есть назначение первичного лечения, обследование пациента. При необходимости лечения сопутствующих заболеваний. В этом отделении при необходимости могут наблюдаться 19 человек. Всего в больнице в режим повышенной готовности переведут 7 отделений. В том числе реанимационные. Большой штат у нас, потому что у нас на данный момент 3 реанимационных отделения. Это вот наше специализированное реанимационное отделение. На данный момент общая реанимация есть. Это больше 30 специалистов в точном связи. Данная аппаратура в целом сложна в использовании. А самое главное, это ведение таких больных за видом тяжелой. Новых аппаратов 30 штук. Они будут дышать за тяжело больных пациентов, чьи легкие сами не справляются. Пока в больнице осталось более 300 человек. Трое из них в инфекционном отделении с подтвержденным коронавирусом. Пациенты поступают у нас разные. Мы кому-то подтверждаем, кому-то снимаем. Это естественно психологический стресс всегда для пациента. И поэтому люди занимаются своим делом, врачи. Пациенты лечатся. Я абсолютно уверена, что там будет благополучный, хороший исход. В Пятой городской подготовили не только оборудование и койки. Врачи прошли обучение. Теперь они умеют справляться со сложными аппаратами искусственной вентиляции легких и проводить первичный осмотр пациентов с подозрением на коронавирус. В больнице для людей с подтвержденным диагнозом могут освободить свыше 300 мест. Главное, чтобы они не понадобились. Напомним, с сегодняшнего дня губернатор Виктор Томенко ввел на территории Алтайского края режим самоизоляции. Пока бессрочный. Теперь к тому, что люди должны находиться дома, нужно относиться более ответственно. Но все эти меры по-прежнему рекомендация. Так что жителям делать можно, а что делать с осторожностью, сейчас расскажем. Судя по тексту документа, внимательнее стоит быть пожилым людям старше 65 лет. Они, напомним, чаще всего попадают под удар коронавируса и переносят болезнь тяжелее. Так вот, им теперь строго прописано сидеть дома. Исключения составляют лишь общепринятые нормы. Экстренное обращение к врачу, поход за продуктами или лекарствами, вынос мусора. Впрочем, эти же меры являются исключением и по отношению ко всем жителям края. Я поставил также задачу перед главами городов и районов проконтролировать, чтобы все требования по временной приостановке работы были выполнены. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Роспотребнадзор при поддержке полиции и прокуратуры уже начали проводить рейды. В случае выявления нарушителей сотрудники полиции собирают материалы и направляют в Роспотребнадзор для принятия решений. В теории я могу предположить, что если сотрудники полиции увидят пожилого гражданина, в любом случае они выяснят причину появления его на улице. Потому что пожилые граждане, они, как правило, зависимы медикаментозно. Однако, как сообщили в ведомстве, пока дополнительных документов по этому поводу нет, как и юридической практики предписаний или штрафов. Сегодня, в первый день строгой самоизоляции, наша съемочная группа вышла на улицу, чтобы проверить. Решили посмотреть, соблюдают ли жители Барнаула указ губернатора. Оказалось, людей на улице довольно много, причем и пожилых. Что заставило их выйти из дома, узнаете из опроса. Скажите, почему вы не находитесь на самоизоляции? Видите, за продуктами ходил. Поэтому нахожусь абсолютно. Все исполняю. Я иду с работы в данный момент. У нас с работы еще, как говорится, нам карантин не объявили. Я знаю, у моей мамы 93 будет, и у нее перелом шейки бедра, я езжу ухаживать. Она лежачая, мне необходимо. С удовольствием в дом посидела, телевизор посмотрела, и много работы дома есть. Я потому что ухожу в поликлинику на процедуры. То есть я выхожу одна, ни с кем не здороваюсь, ни с кем близко не подхожу. Нахожусь. Сейчас куплю программку, зайду в аптеку и домой. Не подскажете, почему вы не на самоизоляции? Нет, не подскажу. Не переживаете за здоровье своих близких? Как считаете, люди, которые должны находиться на самоизоляции, просто гуляют, ходят вечером? Ну, это дурость. Извините за грубые слова. Все надо выполнять. Я вообще-то всю жизнь дисциплинированная, поэтому я все выполню. Просто такая необходимость. Я считаю, что это неправильно. Раз вышел такой указ, что надо дома сидеть, это уж просто необходимость, когда уже некуда деваться. Тогда другой вопрос. Как будут оплачивать больничный тем, кто недавно прилетел из-за границы, рассказали специалисты регионального фонда социального страхования. Кстати, оформить листок они могут, оставаясь на карантине, не выходя из дома. Чтобы оформить больничный, нужно выполнить три простых действия. Зайти в личный кабинет на сайте фонда социального страхования. Заполнить электронное заявление. И приложить ряд документов. Сканы за гран-паспорта с фотографией и отметкой о выезде. Билеты и фото документов, подтверждающих факт совместного проживания с человеком, который вернулся в Россию. Заявление можно подать как на себя, так и на всех совместно проживающих работающих лиц. Больничный выдают на две недели. Выплаты поступают частями. Граждане, обратившиеся за получением электронного лиска нетрудоспособности в связи с карантином по коронавирусу, пособия по временной трудоспособности получат авансом за первые семь дней нетрудоспособности в течение пяти рабочих дней, либо семи календарных дней с дата предоставления необходимых реестров работодателям и за последующие семь дней уже после закрытия лиска нетрудоспособности. Продолжим. Телеканал «Толк» – часть сибирской медиагруппы. Основная часть холдинга – сотрудники интернет-изданий и печатных СМИ. Они, конечно, работают удаленно. А телевидению это делать сложно в силу технических особенностей. С нами вынуждены оставаться уборщицы, чтобы постоянно обрабатывать поверхности обеззараживающими средствами. В период пандемии такие люди – скромные герои. Об одном из наших героев хотим рассказать. Каждый час протираем ручки антисептическим средством. У Галины работы даже прибавилось. Все нужно обрабатывать в несколько раз чаще, чем до пандемии. Дверные ручки, поручни, перил, диваны. У нее самой к пандемии отношение сложное, но к требованиям относится ответственно. Ну я и верю, и не верю, но все равно сохранять вот это вот надо. Сказали сидеть дома, значит сидите дома. Сказали идите на работу, значит идите, оденьте маску. Галина Суворина – уборщица помещений в здании сибирской медиагруппы. Закончила училище на ткача, работала воспитателем в детском саду. Потом переехала с дочерью в Барнаул и ко всем своим работам относится с любовью. А нас просит не бегать по мытому полу на цыпочках. Не надо так. Вот у меня мужчина утром тут раз бежал вот так на цыпочках, на пяточках. Как подскользнулся, я думаю, ну все, как сейчас плашмяк, как даст. Ну нет, удержался за дверью. Очень мило удержался. Так что не надо так. Вот идешь и иди спокойно. Техничка тебе для этого и нужна, чтобы за тобой бегать со шваброй. Мы их не замечаем. Именно благодаря их труду наша жизнь остается комфортной. А сегодня еще и безопасной. К слову, Галина в своей профессии всем пример. А вы как к своей работе относитесь? Очень хорошо. Очень ответственно. Я даже иной раз не хочу в выходной дома сидеть. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. В конце выпуска о погоде спонсор прогноза компания Эвалар. А сейчас продолжаем нашу акцию. Показываем вам мультзарисовки о том, как вести себя во время пандемии. Их нам предоставили студии Союзмультфильм. Спасибо. Папочка, чихать и кашлять надо в сгиб локтя или в салфетку. Вот так всегда теперь чихайте, Ракур. Чихайте правильно. Взгиб локтя или салфетку.